Это просто невероятно здоровенная пришла ко мне картина. Таких огромных картин у меня еще не было. Просто я не знаю, как вам показать ее размер. Сейчас буду распаковывать. Это первая картина этого художника. Но всегда нужно это делать аккуратно. Все готово. Это просто произведение искусства. 60-й год, 69-й год. А рассказать про этого художника и эту картину я позвал Константина Шаповалова. Он является коллекционером и сам художником. Вот его канал. Советую перейти, подписаться обязательно на его канал. И посмотреть, так как у него очень много интересных, полезных роликов. Как по фалеристике, так и по живописи. Ссылочка будет в описании. Очень хорошая работа Владимира Сидорука. Я поздравляю Алексея с приобретением этой работы. Работа очень классная. Вообще Сидорук это топовый художник. Один из топовых художников Украины. И его работы стоили еще 8 лет. 8-10 лет назад. И 5, и 10, и 15 тысяч долларов. Мы видим здесь подпись Сидорука на работе. Это его подпись. Это его почерк. Потому что я хорошо знаю его почерк. То есть работа без сомнения подлинник. Подлинник подписан с Сидоруком. Это очень хорошо. Работа хорошая. Не маленьких размеров. Это средние размеры. Такая работа где-то в 2006-2008 годах стоила не меньше 3-4 до 5 тысяч долларов. Я могу немножечко зачитать с его биографии. Владимир Федорович Сидорук родился 3 января 1925 года в городе Ржищев, Украина. Умер 16 декабря 1997 года в Ирпине. Прожил 72 года. Украинский художник, пейзажист, заслуженный художник Украины с 1985 года. В 1939 году вступил в Киевскую художественную школу, где учился у Хворостецкого и Киянченко, известные художники украинские, который закончил в 1941 году. Работал преимущественно в жанре станковой живописи, на историческую тематику и на пейзажный жанр. На выставке в 1995 году в Украинском доме было представлено 375 работ Владимира Федоровича Сидорука. И художнику было назначена президентская пенсия. Ну и повторюсь, что в 1985 году было присвоено звание заслуженного художника Украины. Топовый художник, топовый украинский художник, великолепная работа. Я поздравляю еще раз Алексея с его приобретением. Вот сейчас, после кризиса 2009 года, цены очень упали на живопись. Но я понимаю, что это не будет продолжаться вечно. Вот они должны начать расти в какое-то время. Сейчас не знаю, когда это будет в Украине. Но это один из топовых художников. Я знаю такую историю в 90-х годах. Мне рассказал один художник, который был очень хорошо знаком с Владимиром Сидоруком. И Сидорук был в больнице, попал уже в больницу. Это уже на склоне своих лет. Вот он умер, напомню, в 1993 году. Это были тоже 90-е, 91-й или 92-й год. Он попросил в больницу принести ему краски и холст. И прямо на глазах у него за полчаса написал работу. Он смотрел, как он смешивает цвета. Это было почти молниеносно. Он так макал сразу 3-4 цвета. Выдавил из тюбиков на палитру. Такие горки цветов. И макал сразу в 3-4 цвета. И быстро очень наносил и говорил, вот это у нас будет небо. Вот это у нас будет даль. И в общем, через полчаса была готова работа. Он сказал, продай ее и половину денег забери себе, а половину принесешь мне. И мокрую работу этот художник, его зовут Николай. Он вышел, только вышел из больницы. Уже буквально шел по дороге, по улице. Его встретил какой-то человек и говорит, слушай, продай, 100 долларов даю. Представьте себе, в 1991-1992 годах 100 долларов это была месячная зарплата. Хорошая зарплата. Он говорит, да нет, за 100 долларов не продам, надо дороже. Вот такая вот тоже история. Знаю, что по смерти многих художников, в том числе и Владимира Сидорукам, многие работы на картонках, на холстах на картоне, такие эскизные, были выброшены, часто выбрасывались родственниками просто на мусорник. Я слышал рассказы некоторых коллекционеров, которые говорили, что на мусорнике шишко валялся. То есть, ну это просто недопустимо. Если бы эти люди знали, что буквально через какой-то там десяток лет эти работы будут стоить столько денег, что можно за одну проданную работу купить однокомнатную квартиру, я думаю, они бы очень хорошо подумали, прежде чем выбрасывать такие работы на мусорник. Спасибо всем тем, кто посмотрел этот ролик. Спасибо Константину, что рассказал интересные истории про художников. Друзья, если эта тема интересна, я буду продолжать. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях. И до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok